Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у меня в гостях директор муниципального учреждения парк культуры и отдыха городского округа Люберца Московской области Алексей Орлов. Здравствуйте, Алексей. Добрый день! Слово «парк» – у нас программа «Новогодняя». Совсем недавно мы Новый год встретили, и парк – это всегда ощущение праздника. Во-первых, отдыха, так он и называется, парк культуры и отдыха. Во-вторых, конечно же, в свете ушедшего 2020-го с его сложностями, когда и парки даже закрыты были, был и такой период в некоторых регионах, то сейчас, естественно, ситуация все-таки остается сложной, но, тем не менее, закрытия нет, и я знаю, что работы идут. Вы начали еще в декабре предлагать что-то людям, так? Да, совершенно верно. Как вы правильно отметили, что предыдущий год у нас был сложный, сложная эпидемиологическая ситуация в стране, что и отразилось также на работе парков. Естественно, все мероприятия, которые были проведены в 2020 году, они у нас были с учетом обязательных мер по предотвращению нерапостранения коронавирусной инфекции, но все равно продолжались у нас люди гуляют в парках, мы продолжали обеспечить для них какие-то точечные активности. У нас работали и работают на территории парков зоны питания, организованы были с 12 декабря мастерские Деда Мороза, где по предварительной записи могли родители записаться, где для детишек были организованы мастер-классы с вручением подарков. То есть какое-то небольшое количество по очереди. Да, 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 по очереди, поэтому была предварительная запись, чтобы не создавать скопление людей. Ажиотаж, да. Да, да, да. Как бы еще в декабре массово это не анонсировалось, дабы предотвратить массовое скопление людей, а рассчитаны были массовые эти активности на фактически гостей парка, то есть люберчан и гостей нашего округа. То есть это вот такой сложный момент, жизнь нам устроила в 2020 году, что и хотелось бы парку прорекламировать, что у нас вот и то работает, и то, и так. А вот получается, что оно и работает, с другой стороны, много рекламы нельзя давать для того, чтобы действительно скопления людей не было. Вот я, если бы меня спросили, чем тебе запомнится 2020 год, вот я запомню его, помимо всего прочего, но это, значит, скамеечки не только в парках, там, в полисадниках, в скверах, которые закрыты лентой, чтобы люди не садились. И поэтому следующий вопрос такой, вот сейчас Новый год, да, люди идут в парки, люди идут на катки, люди гуляют просто по городу. Вот все равно какие-то меры как-то, как существуют. Люди же, знаете, сейчас в праздничном настроении, они могут забыть, там, где-то без маски, где-то будет скопление каких-то компаний. Как это будет регулироваться? Конечно, у нас в каждом парке есть свой администратор, который организовывает работу непосредственно в каких-то, значит, точных активностях, чтобы была социальная дистанция, чтобы при заходе в помещение люди были в масках, измерение температуры, то есть санитайзеры. Все это под контролем. Соответственно, непосредственно, значит, администратор парка, который отвечает за парк, он и отвечает за всю... Ну, то есть люди, которые в парке работают, там охранники, да, если они видят где-то скопление людей, какие-то там действия, то тогда уже идет какая-то грамма. То есть у вас будет весь этот вот новогодний период вплоть до, наверное, чуть ли не середины января, потому что многие празднуют до середины января, видимо, мало им было удаленки в прошлом году. Вам придется работать чуть ли не в круглосуточном режиме, следить за тем, чтобы все было нормально. Ну и еще многие переживали, заявления были, ну, скажем, мэра Москвы, некоторых руководителей других регионов, что мы не будем делать никаких глобальных мероприятий, там, новогодних елок, ну, там, где большое скопление людей. Но, тем не менее, если мы придем в обычный продуктовый магазин, они, по-моему, в прошлом году, чуть ли не с 1 декабря, начали приторговывать елочками, игрушками, а уж к концу декабря это был сплошной магазин подарков. Вот я знаю, что у вас с 26 декабря ярмарочные гуляния, да, были, то есть это ярмарка, и как вот там соблюдалось все, тоже как-то приходилось это регулировать? И что за ярмарка вообще? Соответственно, да, у нас с 26 числа стартовала, значит, ярмарка, это такой некий Люберфест, да. Звучит? Да, да. Значит, где были представлены тематические работы людей творческих, да, где могли люди посмотреть на результат работы, попробовать какие-то, если это мы говорим о кулинарных каких-то изделиях, да, попробовать. И при желании, конечно, приобрести. Также у нас продолжаются ярмарочные мероприятия. У нас в январе, ну, в течение январских праздников пройдут несколько тематических ярмарок, естественно, с поддержкой культмассового сектора. Это будет у нас, скажем так, Люберецкий валенок будет, да, такое будет мероприятие. И яркий мандарин будет называться. Это пройдет все в парках, тематическое мероприятие, программа. Мне, кстати, везет в этом плане, потому что все-таки это улица. И даже во всех регионах ограничения, конечно, то есть не повезло тем, кто находится внутри какого-нибудь дворца или помещения, а все-таки на улице можно как-то этим вопросом руководить. Вернусь к ярмарке. Помню по ярмаркам не только в нашей стране, но и когда-то мы же ездили в Европу, будет время, да? Вот. Видел там ярмарки. Мне кажется, что иногда в некоторых моментах ярмарка существует для того, чтобы собрать денег. Вот насколько те, ну, скажем так, поделки или представленные товары, то, что можно будет продегустировать, они будут, во-первых, соответствовать каким-то нормам. То, что касается пищевого, так сказать, содержания. И не будут ли они стоить баснословных денег, потому что у людей после пандемии так-то не особо со средствами? Абсолютно правильный вопрос. Нет, это будет, это все натурально, сделано, скажем так, самыми занятыми людьми, да, какими-то небольшими предприятиями, ну, так скажем. Вы как-то их искали для того, чтобы запустить это? Естественно, мы прорабатывали этот вопрос. Плюс к тому, что когда у нас будет вот тематическая ярмарка, связанная, как я насказал, люберецкий валенок, у нас будет тематическая программа, именно направленная на конкурсы, связанные там с валенками, с кебросами. И зимние игры, да, совершенно верно. Как это, есть олимпийские зимние игры, а у вас и олимпийские зимние игры. Еще вернусь к такой теме, коль мы говорим о еде, в том числе, да, пункты питания. Что, откуда будет, вернее, приводится это вот уже еда, где она проходит какой-то контроль. Все-таки это уличная торговля, такое еще словосочетание из двухтысячных-девяностых годов. Кто, скажем, с кем вы там заключаете контракты, ну, в смысле, безопасна эта вся история? Как-то проверка будет? Да, безусловно. У нас, значит, на территории парков размещены на основании отыгранных контрактов нестационарные торговые объекты. Естественно, собственники и арендаторы этих помещений предупреждены. И вся продукция, которая там поставляется, проходит предварительную проверку. С учетом рекомендаций соответствующих органов, да. А алкоголь как в парке-то? Нет, у нас вся продукция, которая представлена в парках, безалкогольная. А если кто-то с собой принесет и потихонечку будет разливать где-нибудь под деревцем? У нас в каждом парке есть охрана, ЧОП, заключенный контракт, ЧОП, который на регулярной основе проходит патрулирование. Плюс все сотрудники парка также следят, если что-то видят, вызывают охрану. У нас также во все праздничные дни и было и продолжаются усилены патрули народной дружины. И представители ОВД у нас в парках. Я просто к тому веду, что люди у нас же по-разному реагируют на праздничные мероприятия. И некоторым захочется наверняка все равно, да. Способы существуют разные. Если они будут в этом замечены, то правоохранительные органы, полиция может просто их отвезти в отделение. И совсем другой Новый год может получиться. Конечно, да. Все должно, праздник праздником, но все должно быть в рамках правового поля. Как бы оно ни было в каких-то рамках и границах. Поэтому для тех, скажем, кто хочет от них отступить, соответственно, тоже предусмотрены меры. Да, абсолютно. Так, зимние аттракционы еще. Вот я так немножечко знакомился. Что это такое? Зимние аттракционы. У нас есть круглогодичные аттракционы в парках, которые работают также и в зимнее время. В прошлом году не очень пришлось долго, но много работать, правда. Да, в этом году у нас также работает колесо обозрения. Оно у нас было открытие в 2020 году. 42 метра его высота, отапливаемые кабинки. Я, кстати, еще не был. Приглашаем вас, да. Приглашаем вас проходить на колесе обозрения. Там проверили все гайки. Конечно, все проверяли. Отапливаемые кабинки. Отапливаемые кабинки, да, освещенные. Поэтому зимние аттракционы. В зимний период у нас организованы горки для катания на тюбингах. И также погода у нас сейчас плавающая. Поэтому ледяные горки у нас, соответственно, они предусмотрены, соответствующие от погодных условий. Скажите, стоимость аттракционов бьет по карму? И не планировали вы их на какие-нибудь, может, на Рождество, скидочку какую-нибудь? У нас при проведении мастер-классов в резиденциях Деда Мороза детишкам в виде подарков мы вручаем бесплатные билетики на аттракционы. Поэтому такое, значит, тоже предусмотрено. То есть есть стимул такой хороший. Да, 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 стимулирующий, да. Мы детишкам в виде подарков на аттракционах покататься, билетики предоставляем. И цены, то есть вменяемые абсолютно. И я так понимаю, что случаи, ну, мы же понимаем с вами, что аттракцион, любой аттракцион, это уже представляет определенную опасность. То есть там тоже, наверное, люди будут как-то мониторить, если что случилось. То есть и скорая помощь, там и медицинская какая-то присутствует, если кому-то плохо может стать. Естественно, естественно, потому что все-таки как бы мы не хотели, как бы мы не ограничивали людей, они устали от, скажем так, в 20-м году, которая была изоляция, и людям хочется пойти куда-то направить. Могут развернуться. Да, развернуться, да. А парки все-таки в новогодние дни и праздничные места притяжения не только для людей округа, да, и также гости приезжают. Вот, поэтому... Сейчас далеко ты не уедешь, конечно, лучше в парке. Да, да, все идут в парки. Поэтому все-таки... Все предусмотрено. Все предусмотрено, да. Все эти вопросы мы предусмотрели. То есть если человеку станет плохо, то не надо там искать кого-то, помогите. То есть будет какой-то медицинский работа, то есть как, скажем, медпункт. Да, да, да. Хорошо, сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Алексей Орлов, директор муниципального учреждения парк культуры и отдыха городского круга Люберцы Московской области. Дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Алексей Орлов, директор муниципального учреждения парк культуры и отдыха городского округа Люберцы. И, естественно, мы говорим о парке как о месте для притяжения во время новогодних праздников. Совсем недавно мы попрощались со своеобразным, я бы так сказал, с оригинальным 2020-м, високосным годом. И с надеждами, счастливыми надеждами вступили в год 2021-й, год быка, как известно, по восточному календарю. Ну и, как вы понимаете, люди отмечают, а так как у нас бесконечные праздники начинаются фактически, вот им все равно рано или поздно захочется прийти в парк. И вот такой вопрос, связанный с этим. Я вот прочитал, что у вас запланировано 100 мероприятий. Вот, казалось бы, но определенные ограничения есть. Да, я еще раз повторюсь, что в разных регионах страны они звучат по-разному. Где-то прям конкретно написано запретить то-то, 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 где-то немножко витиевато и так далее. Вот, например, у вас запланированы какие-то мероприятия, ну, как Дед Мороз, там, Снегурочка, что-то возле елки, сфотографироваться там, сплясать что-нибудь? Да, у нас на территории парков организованной работают мастерские Деда Мороза, где у нас представлены также фотозоны. Там, то есть, не только дети, где могут какие-то смастерить что-то, да, а также у нас там прекрасные фотозоны с Дедом Морозом и Снегурочкой. Да, у нас действительно более ста мероприятий предусмотрено на территории всех парков наших действующих. А кто, кстати, работа над это? Это огромное количество, это сколько людей нужно задействовать. Как проходит процесс подготовки? Да, процесс подготовки. Мы взаимодействуем тесно с комитетом по культуре нашего городского округа, да, с творческими коллективами. От них какие-то предложения? От них предложения, да, от нас. То есть, программа готовится совместно, проводится совместно. У нас молодежь активно участвует во всех проведениях, всех праздников. Ну и, соответственно, сотрудники непосредственно нашего учреждения. Тут очень важный еще такой момент. Чего уж греха таить. Люди творческие тоже столкнулись с серьезными проблемами. Это великое слово корпоративы, а корпоративы подразумевают не только исполнение песен какими-нибудь звездами за бешеные деньги, но это и те же Деды Морозы, Снегурочки, ну или просто какие-то новогодние игры, скажем так. Да, многие этого были лишены. Я имею в виду актеры, люди творческие. И в какой-то степени даже вот ваши мероприятия помогают им поучаствовать. Я так понимаю, они же будут получать какие-то деньги за это, правильно? Или это на безвозмездной основе? Или частично так, частично так? Это все сотрудники, кто-то сотрудники учреждений культурных, которые получают заработные плоды, это их работа. А наша, это, соответственно, работа в первую очередь. Тех, кого мы также будем приглашать, кто-то участвует на добровольной основе. У нас волонтеры привлечены. У нас волонтеры, да, на безвозмездной основе. Ну, посильные какую-то благодарность мы также оказываем в виде тех же каких-то билетов, каких-то сувениров. Какой-то на ярмарке какой-то продукции раздать. Как бы все это есть у нас. А вот еще в декабре, естественно, я, как сказал, тоже некоторые с 1 декабря начинают заниматься украшением. А некоторые дома елку ставят 31 декабря, вспомнив в последнюю секунду. Какие-то вы деньги тратили, как вы украшали парк и вот эта история. То есть были какие-то затраты или вы использовали то, что уже было наработано ранее? В основном, да, в связи с тем, что была такая сложная ситуация и все-таки оптимизация бюджета, приобретение чего-то нового глобального не позволили финансы. Это мы все понимаем прекрасно, ситуация всех затронула. У нас было ранее закуплены елки, светодиодные фигуры, гирлянды. То, что было, мы это сделали посильное, что мы могли сделать и закупить в этом году, также мы разместили. То есть новенькое тоже что-то. Да, естественно, брендирование, которое у нас по всей Московской области, это зима Подмосковья, это мы всегда украшаем. Здесь у нас все места отдыха, фотозоны, также парковые территории, какие-то сцены, все торговые объекты, все у нас в тематике зима Подмосковья. Фотографии будут красивые. Да, абсолютно. То есть после того, как новогоднее мероприятие заканчивается, как рачительные хозяева, вы не выбрасываете все это, а как-то где-то складываете, храните? Конечно. Потому что каждая елочка, каждый светодиодный элемент, каждая гирлянда стоит финансово, поэтому, конечно, это все аккуратно разбирается, складывается и хранится в помещениях, то есть не под открытым небом, а для... То есть под взглядом зорким завхоза. Конечно, конечно, это обязательно. А вот скажите, вопрос такой не совсем новогодний, но тем не менее, на Новый год же ж не только чудеса случаются, а бывали случаи, когда кто-то что-нибудь хотел бы украсть из украшений? Или утащить какую-нибудь фигуру к себе на дачу? Ну, наверное, это все-таки больше шалость какая-то. Шалость. Я так и по ней расцениваю. На веселе. Да, да, какая-то шалость эта, которую охрана вовремя пресекает, да, дает какие-то, сделает замечания, ну, и люди, соответственно, принимают адекватно, потому что, ну... Естественно, это сделано же в первую очередь для всех гостей, это же сделано не для людей. Для людей, конечно. Для людей, для всех, да. Да, для всех, поэтому, чтобы каждую частичку какого-то праздника ощутил. Я еще слышал, что еще в декабре вы решили для того, чтобы создавать какое-то ощущение вот предпраздничное, а потом новогоднее, праздничное, собственно говоря, в сам Новый год. Музыка у вас, да, звучит? Да, конечно. Какая-то специальная подборка, включаете или это радио какое-то? Нет, у нас устанавливается звук в парках, проводятся какие-то интерактивы, подборка музыки, и музыки, естественно, новогодняя тематика и праздничная, детская музыка. Вот, соответственно, под музыку у нас, ну, легкая музыка такая, скажем, под которую проводятся какие-то точечные активности, интерактивы небольшие, там, хороводы с детишками поиграли, какие-то ростовые фигуры. Ну, чтобы поддерживать, да. Поддерживать, да, настроение, да, праздничное настроение, вот этот, скажем так, новогодний драйв. Хорошо. Сейчас такой вопрос. Новый год Новым годом. Это, наверное, для всех вас, для ваших коллег во всех странах мира, для во всех развлекательных открытых, скажем, зонах в этом году особенно, в закрытых, к сожалению, скорее всего, мало людей собирается. Это такое время тяжелое, сложное, но, наверное, все-таки интересная работа. Но впереди целый год, да, масса мероприятий. Во-первых, там у нас и православные мероприятия, значит, в январе запланированы, и затем февраль, и пошли праздники 23 февраля, 8 марта, День Победы и так далее. Или вообще можно День Весны. Вот как создается план работы парка? Как вот вы, или он уже есть, или он был еще в прошлом году создан? На будущий год. Да, безусловно. У нас, мы же все понимаем, что праздники у нас, скажем таки, большие. Они у нас каждый год одни и те же. Да, да. Какие-то там мероприятия в промежутках, понятно, это работа систематическая, то есть, как минимум, месячные планы мы верстаем. Естественно, которые мероприятия проходят массовые, большие, там, вот, как вы сказали, православные, там, и так далее, праздники, они у нас из года в год идут. И, естественно, понимание, что должно быть, полное есть. Но, естественно, в каждый год мы стараемся внести какую-то изюминку, что-то новое, потому что люди уже что-то видели, как-то удивить людей, сделать более благоприятные какие-то условия, чтобы людям хотелось идти. Вот поэтому, естественно, работа ведется постоянно. По новогодним праздникам, которые у нас в 2021 году начались, значит, по крещенским купаниям мы еще начинали работу еще в декабре. Да, еще в декабре, естественно, это проговаривалось. Как будут организованы купели, где они будут как, как оформлены и так далее. Естественно, за день это на коленке невозможно сделать. Поэтому, конечно, к всему готовятся. У нас есть ответственные сотрудники, которые... И опять же, с учетом, если, как говорится, попустят, и по полной программе, это одна история. Конечно. Если не попустят, и наверняка какие-то статистические ограничения останутся, надо их тоже учитывать. Обязательно. А кто эта команда ваших людей, которые... Они же должны быть и придумщиками раз, и сметочиками два, и прийти и сказать, Алексей Александрович, хочу вот такую фигуру ростовую. Алексей Александрович скажет, не будет тебе такой фигуры, дорого, думай о другом. Вот кто эти люди, как вы их аккумулируете? У нас в нашем учреждении создан, помимо бухгалтера, администраторов, хозяйственников и так далее, создан культмассовый сектор. Куда у нас включены худруки, где у нас творческая элита. Творческая, да. Люди творческие, кто это все может аккумулировать, создать, предложить, сделать вау, скажем так. Но это вау надо же держать под контролем. Только вот, соответственно, да, многие вопросы упираются в финансы. Естественно, мы на все мероприятия, есть какой-то определенный бюджет, который все знают. До начала праздника мы говорим, что на это мероприятие мы можем выделить и потратить вот так. Естественно, мы укладываемся в бюджет изначально. Ну и, соответственно, что-то от себя, мероприятия там, ну и так далее, так далее, да. Что не касаемо финансовой стороны, естественно, чем масштабнее это провести. Ну и опять, с учетом всех ограничений, действующих ограничений. Нам очень, как ранее сказал, нам помогает и культура, комитет по культуре, и молодежь, и общественная палата, и депутаты принимают участие. То есть все хотят внести свою лепту в проведение каких-то мероприятий. Это у нас в округе так заведено, что все-таки все пытаются немножко какую-то свою частичку вложить в каждое мероприятие. Это не только касаемо культурных каких-то массовых мероприятий, но так и во всем. Ну и потом же у вас, я так понимаю, отчетность будет, да? То есть как провели, плюсики, минусики, да, кому благодарность, а кому, может быть, немножко в угол поставить. Ну, не без этого, не без этого, да, не без этого. Всегда бывают какие-то нюансы. Но стараемся, чтобы все-таки их не допускать, да. Ну что, Алексей Ильич, остается вам поздравить всех наших уважаемых телезрителей с Новым годом и своих коллег. Пожалуйста, есть такая возможность, прошу. Да, я хочу всех поздравить с наступившим 2021 годом, пожелать всем, самое главное, это очень актуально, здоровья, благополучия, всех благ, будьте здоровы, счастья вам. Вот так вот. Ну что, а нам остается надеяться на то, что хотя бы на улице, на новогодние праздники мы подойдем чайку, каких-нибудь сладостей, пряники наверняка какие-то будут. Тут, может быть, действительно покататься на этом... Колесе обозрения. Да, ну как-то у нас по традиции чертово колесо почему-то называется. Вот, на колесе обозрения, а там, глядишь, уже и Рождество, а там уже и купель. Поэтому событий будет много. Со соблюдением всех норм не забывайте с собой брать маски. И маски надо помнить, что если вы будете долго гулять, их нужно менять, тем более это гуляние. Старайтесь все-таки помнить, что даже если вы приходите к компании, не забывайте о том, что, к сожалению, пока еще нельзя вот так вот полностью, как говорится, раскрыться по полной программе. Ну и, как вы сегодня услышали из вашего интервью, у нас будет прекрасная возможность, если что-то будет происходить. Ну, во-первых, мы можем заметить сами, гуляя в парке, что кто-то там нарушает какие-то правила, да, и помочь сотрудникам. Люди разные, к несчастью, да, или к счастью. Ну и, конечно же, все возможное, что было, видимо, спрятано в запасниках парка для того, чтобы создать настроение, музыка, какие-то фигуры. Значит, мастерская Деда Мороза работает, ну и сами ярмарочные гуляния, плюс вот такие мини-фестивали, о которых мы говорили, это Люберецкий валенок, яркий мандарин. Ну и, конечно же, Люберфест новогодний. Мне это название очень нравится, прям такое праздничное. Алексей Орлов, директор муниципального учреждения парка культуры и отдыха городского округа Люберца Московской области. Вас и всех ваших коллег еще раз с наступившим 2021 годом. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. И по-прежнему всем вам хорошего Нового года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова